Валерий Розов Рассуждает о прыжке с национальной библиотеки гипотетически. Легендарный парашютист и бейсджампер тщательно подходит к выбору объектов для следующих прыжков. Слишком велики риски. Говорить, что ты что-то делаешь столько лет ради адреналина, мне как-то странно кажется. Я, допустим, когда у меня есть время, я без проблем сижу с детьми в диване, у телемизора. Нормально себя чувствую, а не то, что попрыгать мы сейчас скорее где-нибудь. То есть мне скорее больше нравится момент самореализации, момент какой-то возможности сделать что-то новое. В карьере Розовой есть уникальные прыжки, которые до сих пор никто не решился повторить. Альпа, Кавказ, Гималая, Антарктида – далеко не полная география полетов человека-птицы. В 2009-м он осмелился приземлиться в кратер действующего вулкана, а в 2013-м прыгнул с Эвереста, установив рекорд среди самых высоких бейс-прыжков. Представляете, я там три недели лез на эту точку. И вот мне надо прыгнуть не сегодня, не завтра, не к вечеру, когда ветер стихнет, а вот сейчас. И тут уж какая погода может быть такая, что вообще прыгать нельзя. Был такой график, что один день запаса еще был. Просто провести больше времени на высоте выше 7 тысяч было довольно сложно уже по здоровью. Валерий – основатель нового направления бейс-джампинга. Суть его в том, что прежде чем спрыгнуть со стены, бейсер проходит ее как альпинист. Не в обход, а по линии своего будущего падения. Страх за столько лет, я уже даже это слово перестал употреблять, он, конечно, есть. То есть просто принимая его и пропускай через себя, не пытаясь с ним бороться, чтобы он не сжигал твою психику. Специальный костюм, в котором прыгает Валерий, называется «Винг-сьют». Он позволяет бейс-джамперу находиться максимально близко к скале. При этом парашютист летит вперед, а не вниз. Я чувствую себя таким положенным внутрь надувного матраса. Представляете, вот матрас надувной и я внутри. То есть я так слегка болтаюсь в нем. И, собственно, из меня, дергаясь внутри этого матраса руками и ногами, я изменяю его геометрию. И, соответственно, меняю площадь сопротивления потоку, угла сопротивления. И поворачиваю налево, направо, вспухаю, опускаюсь. Я падаю в разы медленнее, чем обычный парашютист, обычное тело, летящее вниз. Но при этом я с огромной скоростью, около тех же 200 километров, двигаюсь по горизонту. В Беларусь спортсмен приехал, чтобы выступить с лекцией перед студентами БГУ. Категорически нельзя, на мой взгляд, человеку уговаривать заниматься такими видами деятельности. Он сам должен до этого дойти, ответственно прийти к этому, осознав все риски, взвесив все вопросы. Я лишь даю людям просто информацию. Валерий Розов, член неформального клуба альпинистов «Семь вершин». Почти 20 лет назад он покорил высочайшие вершины всех континентов, как альпинист. Сегодня он мечтает сделать это как бейс-джампер. С Эльбруса Эвереста он уже прыгал, осталось пять. Вот современные технологии дают мне современные парашюты, вот этот костюм-крыло. И с помощью него я заново, в калучках, естественно, покоряю эти вершины. Но для меня, как для альпиниста, полное ощущение, что я покорил эту гору. Хотя я могу даже на вершину не залезть, но как бы вот то, что я с нее первый прыгнул. И мне это просто меня составляет, мне это очень нравится. 26 декабря Валерия отметит юбилей, 50 лет. Планирует уехать с семьей, женой и тремя сыновьями в горы, кататься на лыжах. Если я просто тяжелую до старости, я уже буду доволен, какой бы она ни была. Но я думаю, счастливая я представляю все. Дети, все дела, внуки вокруг. И я такой сижу, рассказываю истории в стиле барона Нерхаузена. Екатерина Ребек, Максим Сацукевич. Утро. Студия хорошего настроения.